друзья всем привет а прямо сейчас вы смотрите бложек автомобилиста значит рассказываю ситуация с которой я столкнулся просто удивляет меня за 12 лет что я владею правами что я езжу на автомобилях я ни разу не получал арест на регистрационные действия не так давно выходит сюжет на канале про бмв где мне человек пишет дмитрий а ты в курсе что у тебя от 27 июня на машине арест на регистрационные действия кто не в курсе это говорит о том что если я сейчас захочу машину продать то я сделать ничего не смогу нужно будет разбираться я законопослушный гражданин как и многие из вас штрафы всегда оплачиваю вовремя начинаю разбираться значит первый шаг как убедиться точно ли есть у вас запрет на регистрационные действия заходим на официальный сайт гибдд точка ру вбиваете ваш в номер а дальше там идут различные разделы нажимаете смотрите рекламку и получаете информацию по вашему автомобилю это официальный сайт на основании тут там все бесплатно все что нужно только вин номер все я это дело вывожу вам на экран зашел убедился что да действительно такой арест есть нашел штраф нашел номер тут же его оплатил позвонил своему другу и спрашиваю что будет дальше как быть он говорит о готовь свою камеру и готовься снимать сюжет потому что первое а попробуй-ка ты теперь дозвонить до судебных приставов для того чтобы решить вопрос так как штраф-то оплачен первую серию как вообще все это происходило я выкладывал в телеграм-каналом вы можете не подписаться потому что там выходят все живые анонсы новенькие сюжетики подписывайтесь ведь отписаться всегда успеете но я решил все-таки вы же также на youtube сегодня будет продолжение потому что эта история может затянуться на неопределенное время короче обо всем по порядку я сейчас все расскажу прошло 14 дней запрет на регистрационные действия висит соответственно нужно разбираться вот прямо сейчас я вам по живому и покажу как это все происходит сколько это занимает время потому что я уже сижу в автомобиле как вы видите и прямо сейчас мы поедем в гости к судебным приставам касательно звонков можно было бы снять отдельное видео сколько времени займет чтобы дозвониться потому что я звонил по одному из номеров там автоответчик он тебя начинает гонять типа нажмите такую кнопку нажмите секую подождите оператора в конечном итоге все вот эти махинации нажми туда нажми сюда приводит тому что связь обрывается и конец фиксирую исключительно для того чтобы вам показать вот номер телефона привязан он непосредственно к отделу который меня завербовал скажем так на регистрационные действия трубку они там не берут никогда время 14 48 не обед ничего когда бы я не звонил никто не к трубку нет альтернативных вариантов по телефонным номерам нету поэтому остается вариант лишь один ехать в живую что собственно мы прямо сейчас с вами и сделаем так уж случилось что отделение не так далеко от меня ехать примерно 18 минут а что будет дальше я лично себе представляю так что сейчас бы здоровое здание начнется охранник серии куда чего вы записывались но я так представляю я надеюсь что все про гладко но жду честно скажу сейчас приедешь нет на месте человека это вам завтра и после завтра что такое это вот напишите туда-сюда короче поехали без лишних слов и там будем разбираться я подчеркиваю что я всегда быстро оплачиваю штрафа как только что-то упало я захожу не затягивая не откладывая на завтра оплатил потому что везде же сейчас хитка 50 процентов да и в собственно вот этот штраф он тоже был на 500 рублей грубо говоря в первый день я бы оплатил за него 250 рублей зашел в сбер как положено все проверил ни хрена никаких штраф у меня нету но штраф есть понимаете это важно штрафов нет но штраф есть так все мы на месте телефончик оставляю запарковались из документов у меня с собой получается паспорт права стс на машину в общем все самое стандартное и screen о том что у меня есть чек чек по оплате смотрите прикол вот она вам москва ребята нам вон туда запарковался я здесь потому что в округе больше ближайших мест свободных где можно легально и законно встать нету сейчас мы закроем нашу ласточку что пока нас не было она никуда не делась хотя кому она нужна ну а мы идем с вами за приключениями и вот казалось бы смс оповещения вот неужели это так сложно сделать специально судебных приставов чтобы у нее было возможно у не как у сотрудниц наш по мне работает девушка забить мой номер но все же данные есть отправить смс что дмитрий андреевич чем трех дней не явитесь не оплатите не пришлете чек вот на такую-то почту в арест в арестами не знаю в запрет ну любые санкции и сразу человек бы шевелился нет вот им она тоже надо по мне работать и за штрафов 500 рублей тем временем бордюр чек новый будет а мы подходим здрасте а не подскажете к ермаковой маринка он здрасте есть у вас дермакова мария николаевна наложила запрет на регистрационное действие штраф оплачен что делать зачем мне к нему записываться начальник на месте сейчас ну давайте на запишем пойду с ней а можно просто не приходить а я оплатил квитанцию зафиксируйте вот у меня чек электронный есть по оплате штрафа и все ну что надо пойти распечаткивать чек вам принести по оплате я вам сейчас принесу но я просто первый раз такой ситуации и поэтому пришел скажите как-то как правильно поступать что нужно сделать в принципе чек да он тебе просто чек принести ну не то чтобы чек дюля чек или сбербанк онлайн оплачивал там есть чек я сейчас пойду в любую ксерокопию распечатываю принесу да чек могу показать его показать вот чек там номер который я забивал по оплате но если листать его там 500 рублей за что кому чего пдд пыры пыры так соответственно а дальше мне нужно вам будет звонить еще раз спрашивать что-то просто ждать когда вы и так не тогда узнать нужно будет доплачивать или нет еще раз ну пользуюсь ничего не приходило не было никаких уведомлений поэтому я и здесь короче вот это я понимаю вот это я люблю я прихожу как вы поняли из диалога он говорит ну как бы она на больничном соответственно снять никто ничего не может либо только начальник к начальнику по записи запись электронно соответственно свободен что делать вот нужно сейчас пойти найти короче где распечатать как минимум чек о том что я оплатил этот штраф по фишка заключается в том что штраф этот от 2021 года и прошло уже больше года а в силу этого есть разница а то что мне нужно будет доплачивать еще тысячу рублей как это правильно называется не знаю здесь самый факт того что нужно будет доплатить еще тысячу рублей а когда я об этом узнаю хрена узнает как минимум начинаем с того что сейчас идем распечатывать чек короче я уже в торговом центре в одном из салонов сотовой связи где жду жду когда мне дадут бумажечку человек говорит наши клиенты зачастую это как раз все те кто идут к приставам стандартный вопрос приходит и вот печатают печать нынче один листочек черно-белый 50 рублей мы вышли из торгового центра вы наверное думаете но все несет чек а нет ребята нет вот она правда жизни сотрудник салона не смог распечатать на одном листе чек полностью даже на двух листах он не напечатал половину а вторую половину чек у нее не получается сделать соответственно прошло 10 минут он вернул деньги сказал сорян бро тебе нужно идти теперь в другой салон смотрите получается какая картина то значит штраф с камеры электронный приставы выписали все электронно запись на прием к начальнику электронно дозвониться не до кого нельзя но то что я оплатил штраф электронно нужно принести в живую нужно принести в живую а сейчас время приколов знаете я размещаю ролики я размещаю рекламу и зачастую люди в каждом сюжете видят рекламу вот чтобы я не снял везде кажется заказуха каждый ролик либо даже бывает так что пишут что а вот это прорекламировал хотя мы это не рекламировали вот смотрите по этому сюжету по первой серии которую я выложил в телеграм-канал и мне пишет человек дмитрий привет а это что у тебя совместный проект с гибдд и такой почему просто объясни позицию с чего ты взял что это совместный проект с гибдд рассказывает ты в описании к ролику оставил прямую ссылку на официальный сайт гибдд с призывом зайдите проверьте ваш автомобиль точно ли нет у вас ограничений так будет я расценивать и следующим образом вот серьезно я офигел сейчас времена непростые стране нужны деньги и один из способов подбить людей платить штрафы это как раз вот сказать а не заплатил штраф у тебя будет запрет на регистрационные действия потом будешь бегать прыгать это сложно ты в любом случае еще заплатишь эту тысячу рублей сбор дополнительный поэтому проверяйте ваши автомобили и идите оплачивайте штрафы таким образом люди смотрят а проверяют например вы сейчас проверить и да вы увидите что у вас есть неоплаченный штраф вы скажете ну нафиг чтобы вот этого геморроя не было оплачу-ка я лучше сейчас сразу штраф и таким образом вроде бы занять как бы нативный такой заход ну с точки зрения логики его до рассуждений здравые мысли на самом деле и давайте давайте идите оплачивайте штраф но по факту я узнал об этом штрафе еще раз говорю от одного из зрителя акционера канала он мне написал в комментарии гиман у тебя на тачке запрет но тем не менее вот так вот человек развернул поэтому хочу подчеркнуть что никогда я не боюсь что-либо рекламировать у меня всегда все в открытую и вот сейчас я вам кое-что прорекламирую а данный момент купить новый автомобиль в россии это космических денег стоит зачастую люди начали смотреть уже привоз с любой точки мира беларусь в том числе казахстан эмираты корея сша да откуда угодно и покупают два варианта кто-то берет новые но зачастую берут автомобили с пробегом некоторые специально машину привозят с пробегом и уже вот она стоит готовая приезжай смотри покупай первым делом с чего начинается покупка автомобиля это на самом деле проверка документов сначала нужно убедиться что юридический автомобиль чист а вторым делом немаловажный шаг убедиться что точно ли вас не дурят с лако-красочным покрытием точно ли машина не бита и сделать это элементарно каждому из нас имея вот такой прибор карсис это толщиномер ценник на который доступный вот с помощью вот этого малыша вы запросто можете проверить автомобиль работает все элементарно включаем его он изначально уже из коробки идет калиброванной но тем не менее все что нужно для калибровки есть прислоняем и он вам показывает количество микро таким образом автомобиль можно по кругу полностью обойти протыкать каждую деталь и понять точно ли все в заводских параметрах вот например такие вещи тоже можно проверять вот именно у этого прибора есть такая функция вы подробности все можете узнать почитав его полное описание есть на ютюбе обзоры прибор шикарный работает идеально сделал он в россии этим прибором да казалось бы мелочь но можно гордиться работает в любых температурных диапазонах но в пределах разумного летом в жару не подводит зимой в минусовую температуру в минус 30 тоже не подводит так более того батарейку держит просто изумительно я как его получил уже прошло больше двух лет я ни разу еще не менял батарейку вдумайтесь и он работает он сюда лежит автомобиль разобраться как он работает пять минут далее вы ходите на любом автомобиле можно потренироваться это займет еще 10 минут вы уже просто-напросто будете понимать принцип работы короче вот чинчин спонсор выпуска незаменимый прибор для любого человека кто хочет купить автомобиль как с пробегом так и новый а тем временем я обошел ближайшие дома прошло 15 минут и вон она висит вывеска фото там по-любому можно распечатать там отправил посмотрите а если что это обновить и гляньте в спаме а много народ приходит таких как я итак ребята вопрос решен чек распечатан от прикол вот здание за угол заходишь минута ходьбы на 20 рублей дешевле то есть лист распечатать здесь 30 рублей а там 50 ну там торговый центр здесь здание но не суть есть подписывать что-то нужно будет на нем какой план действий теперь какой телефон есть по которым другу реально берут или только вот те которые официально я помню то есть вам позвонить тоже не как нельзя ну чё теперь в понедельник приезжать все хорошо спасибо короче все ребята за чикинился аж даже камера села я не думал что мы здесь столько времени проведем и и вот прикол заключается в том что все видите да я сдал бумажку о том что штраф мой оплачен а теперь ждем ждем первое когда человек выйдет из больничного ждем субботы возможно штраф снимется но я в это особо не верю соответственно скорее всего на следующей неделе придется еще раз приехать потом я думаю что все-таки всплывет что нужно доплатить еще тысячу потому что прошло больше года соответственно нужно оплатить будет распечатать перенести еще раз что я оплатил и вот тогда вот тогда скорее всего спустя еще энное количество времени все штрафа до сене не став а запрета на регистрационные действия у меня не будет собственно что и требовалось доказать на дворе у нас 15 августа понедельник заходим на сайт еще раз все забиваем и что мы видим 15 августа 1925 ограничение как висела так и висит а это значит что моя эпопея продолжается и на дворе уже 16 августа я собираюсь ехать вновь к судебным приставам друзья значит вчера получил письмо от человека который посмотрел первую часть зайти в детстве мы смотрели ужасненькие читали страшные истории как выглядит страшная история когда становишься взрослый человек не пишет дмитрий приветствую посмотрел твой влог про запрет регистрационных действий в общем скажу и собственного опыта как только выйдет с больничного пристава они тебе скажут доплати тысячу рублей это их исполнительный сбор коротко и доступна комиссия за их работу далее как только ты оплатишь и принесешь им опять же чек что оплатил тебе отменят исполнительное производство и могут сказать что мы в гибдд направляем электронное письмо на снятие запрета регистрационных действий так как запрет не они устанавливают а гибдд они только направляют им информацию далее тебе надо взять с них бумагу о снятии запрета обязательно чтобы была гербовая печать обязательно далее с этой бумагой тебе нужно ехать в гибдд по месту где регистрировал автомобиль стоял на учет и уже после этого всего тебе гибдд снимает запрет и потом проверяй сайт чтобы инфа исчезла оттуда понимаете вы чувствуете как страшно добавлю раньше мне было интересно узнать какое письмо мне пришло узнаете возвращаешься домой опа в ящике почтовом что-то лежит письмо сейчас когда я вижу что в ящике что-то лежит я надеюсь что это просто рекламная листовка либо жировка для оплаты коммунальных услуг все остальные письма для меня как говорится крайне нежелательные я не хочу видеть никакие извещения что вам надо доехать туда забрать то-то это прям нафиг 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 чур меня чур меня чур а одну предложение скажите а не к сераку пью тоже надо здрасте это снова я к вам на прошлой неделе приходил приносил чек об оплате та же самая история как у всех запрет на регистрационную чекос как вы мне сами сказали чтобы он приходил запрет и снимает пристал если они снимают я не знаю не подожди даже эти вы мне сказали что если то субботы не снимут приходите сюда еще раз я к вам хожу не потому что мне хочется вы мне сами сказали так сделать и как никогда узнать нужно мне будет доплачивать или нет еще раз не на пользусь ничего не приходило не было никаких удобрений поэтому я и здесь вот камера я все записываю каждый ответ как бы пожалуйста можно поднять пересмотреть вы как сказал молодой человек я так и делаю все с ваших слов от себя ничего не добавляю я был у вас на прошлой неделе в среду вы мне сказали принесите распечатанный чек об оплате я принес далее вы сказали если в субботу не будет снят запрет то приходите в понедельник вот я я прихожу сегодня как бы вы не дайте задание как делать и так и сделаю все у меня к вам не претензии я к вам пришел с опросом а не с претензией у кого претензии они вон на рут стоят а я как бы спросить что там по моему вопросу ермакова как я понял она на больничном и выходить пока не планирует правильно вы сказали что если в субботу не снимут то скорее всего наверное будет сбор я вас спрашиваю среда может не у сразу оплатить это сказали но я не знаю подождите субботу не сниму тогда будет платить если нужно оплачивать тысячу рублей на дайте мне счет или кокоса происходит я пошел оплатил то есть я сейчас забываю эти реквизиты где платить через сбербанк приносить сюда его нужно правильно следующий этап какой будет вы мне какое-то письмо дадите я с ним поеду в гаи уже или как когда поступят когда поступят в принципе я говорю бумажка она не нужна и бддшник пишет он тогда у вас электрон отобразится то что мы с нами всегда с собой короче я вам сам этот чек об оплате не приношу точно не прошло и часа как говорится я вышел вы видели да что сегодня там поактивней одна женщина наверно минут 30 орала из серии меня к начальнику здесь и сейчас ничего слышать не хочу ей в ответ все разговор с тобой закончен она ничего не закончен к начальнику меня сейчас же немедленно а что самое интересное вот мне отец даже говорит вот ты например когда ему первый раз отдавал справку ну чек то что оплачено какую-то расписку с него взял я говорю нет а как ты докажешь то что то вообще ему что-то отдавал и вот пожалуйста отчетливо слышно да по крайней мере мне что он говорит а я вам ничего не говорил я не знаю зачем вы пришли какие ко мне претензии хотя до этого там четырьмя днями ранее он говорил вот инструктаж вот так вот друзья бывает камера в данном случае она просто как вещественное доказательство того что я был что ты мне сказал я то без конфликта я пришел решить свой вопрос но тем не менее да я сразу такой типа я чего я не знаю да это вам не ко мне это вам туда это вам сюда короче сейчас нужно оплачивать вот эту хрень тысячу рублей и еще ждать еще ждать для того чтобы денежка дошла и дальше выколомочала начинаем все сначала вот хорошо что я снял первую серию выложил ее почитал комментарии мне написали в личные сообщения людям о том что слушай но это ты сам виноват ведь штраф то он по-любому приходил вроде бы ты его не заметила ребята регулярно пользуюсь сбербанком регулярно захожу на услуги мосрек вот все что связано это личные кабинеты короче все контролирую сам так еще у меня есть бухгалтер потому что они есть типы мы ведем коммерческую деятельность все следим как только прилетает какой-либо штраф я сразу все оплачиваю подчеркиваю сразу все платим всегда за всем слежу регулярно захожу сам перепроверяю вбиваю все свои номера по правам и так далее смотрю нету штрафа вот этот штраф вылетел за 2021 год поэтому подчеркиваю еще раз что то же самое может происходить с вами вы вроде бы все исправно платите потом хренакс оказывается один штраф у вас не уплачен и таким образом и за 250 рублей на вашем автомобиле ограничения на регистрационные действия а еще а еще ребята ля какие ковры ты посмотри ты посмотри вот видите пыльный да но на самом деле я последний раз мойки проехал примерно уже больше недели то бишь не особо то они сильно пальчик пачкаются а резиновые там садишься один раз и все шикарные ковры самое главное эффект защиты от них есть и все а ковры кстати эти делаются под заказ оставлю ссылочку в описании мало ли кому нужны без лишних слов зайдете на сайт посмотрите под вашу тачку любой ковер могут сделать в любых цветах надо берите не надо не берите в силу того что я свой автомобиль продавать не собираюсь одной стороны вроде бы как и пофигу потому что аукнуться это в первую очередь может всем тем кто захотел сдать автомобиль в трейд-ин купить новый и вот при продаже тебе скажут слушай а у тебя запрет вот иди разбирайся реально помочь могут всем тем у кого есть знакомые в судебных приставов кому за день-два действительно все это дело могут снять я такое лично видел встречал но если у вас знакомых нету то соответственно вы будете вот этим всем делом заниматься очень и очень долго это дело ни одного дня потому что как показывать сегодняшняя практика съемка ты приходишь а я такого не говорил а это подождите а давай теперь завтра подождите еще пару дней может быть само собой аннулируется на самом деле никто тебе не говорит что в реале ты будешь бегать и всем доказывать и сам всех тормошить трубку с тебя никто не возьмет отправить это все по электронной почте я допускаю что кому-то из вас удавалось кто-то прошел эту процедуру не выходя из дома я могу это поверить ситуации всякие бывают но когда я прихожу к ним второй раз я вижу огромные очереди постоянно стоят люди с одной и той же претензии с одной и той же проблемы конечно же выйдя от приставов я выполнил миссию вот мой документ чек я специально пошел в сбербанк в отделение оплатил он мне когда называл номер до диктовал плохо слышно было насчет их их говорит одну цифру я не услышал сначала пытался оплатить сам через приложение неправильно неправильно потом начал разбираться оказалось то что но вот постановление которое мне на официальном сайте еще раз повторю гибдд висит номер есть я его забил уже все высветилось короче геморрой полный мораль всей басни учитесь на чужих ошибках я всегда это делаю сам запоминаю когда люди что-то рассказывают показывают вот вам с вами сам делюсь что вляпался вот на ровном месте казалось бы поэтому ребята проверяйте ваши машины хотите не проверяйте надеетесь на чудо но тем не менее какой-то мелкий штраф который в первые там дни можно оплатить за 250 рублей приводит к ненужной тратите времени нерв бензина и все что с этим связано подписывайтесь обязательно телеграм-канал а потому что именно там я потом сделал либо отдельный пост либо какое-то видео также сниму чем дело кончилось потому что я думал что вот в этой серии сейчас до второй раз поеду все разрешится а сейчас я уже понимаю что я третий раз еще к ним съезжу потом будет четвертый раз потом скорее всего будет пятый раз в общем неизвестно когда все это дело закончится но я надеюсь что как-то оно разрулится а еще было бы классно понадеяться на чудо чтобы однажды я зайду а с автомобильчика запрет на регистрационные действия ушел ребята пишите ваше мнение в комментарии давайте ваши советы на какие темы еще стоит обратить внимание для того чтобы можно было снять интересный и полезный контент ставьте лайки до новых встреч всем пока пока ваше мнение